Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я буду делать освещение на тему «Мужчина, которому ты нужна по судьбе». Его подробное описание будем смотреть. Пока я заряжаю колоду энергией Вселенной, предлагаю вам отстраниться от проблем, от забот, от переживаний. Подумайте о себе, вспомните, представьте, что вы занимаетесь самым любимым делом, которое приносит вам огромное удовольствие, для того, чтобы я как можно четче и яснее считала ваши энергии, и вы получили как можно больше информации конкретно о вас. Пока вы настраиваетесь, а действительно вижу, прямо кому-то тепленькое сейчас, кто-то солнышко вообще по жизни очень светлое, ясное. Я хочу вас пригласить подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку сейчас здесь добавлю. Там я ежедневно делаю освещение на тему чувства, мысли мужчины, его планы, каких действий ожидать, советов Вселенной. Также направляю вас, как правильно, самим создавать свою реальность, не жить в ожидании, а получать от жизни то, что действительно вы хотите благодаря силе своего намерения. Подписывайтесь, буду рада вас там видеть. Также приветствую своих новых подписчиков и благодарю моих постоянных подписчиков за то, что вы со мной здесь и сейчас. Кто не успел пальчиком нажать, не волнуйтесь, в закреплённом комментарии есть ссылочка. Ну что же, называйте своё имя, дату своего рождения. Сейчас познакомимся, посмотрим, какая красотка ко мне пришла и будем раскрывать тему. Также в конце освещения руны нам дадут совет, либо же подсказку от Вселенной, что вам нужно дополнительно знать. Я всегда говорю о том, что во время моих освещений вы можете задавать вопросы, которые не относятся к основной теме, и вы обязательно получите на них ответы, потому как сейчас мы с вами находимся в тесной связи со Вселенной. И она слышит и обязательно ответит вам на ваши вопросы на этом, либо же на одном из моих других освещений. Ну что же, давайте смотреть, какая красотка ко мне пришла, в каких вы энергиях сегодня. Называйте своё имя, дата рождения. Кто-то недавно радовался, как ребёнок. Либо же у вас есть детки, кто-то прям хохотал и обнимал вас. Если деток маленьких нет, значит здесь либо же будет в скором времени такая ситуация, которая вас заставит улыбнуться и вспомнить себя, как в детстве. То есть здесь какие-то эмоции, знаете, чистые, искренние, открытые. Возможно, кто-то будет пересматривать детские фотографии свои, либо же с кем-то будете разговаривать о своём детстве, о прошлом. Кто-то, возможно, глядя на ребёнка, не обязательно даже, что на своего, даже в магазине, проходя мимо, вам определённый момент напомнит вас и принесёт вам вот это вот счастье детское, искреннее, вот в преддверии праздника, вот такое часто ощущение. Понятно, что у моего освещения нету срока годности, но здесь, возможно, праздники идут, которые приносят счастье, радость, которые возвращают вас в детство. Какая вы? О, девчонки, ну вы знаете как, честно. Такие карты тяжёлые, и причём старшие арканы, которые говорят, что устали вы жить в каком-то стрессе, в каком-то… Кто-то не высыпался, у кого-то работа связана с ночным графиком, кто-то здесь вообще по ночам плохо спал. И вы знаете как? Берёте себя в руки и налаживаете свою жизнь. То есть вы уходите от этого по дьяволу состояния, когда ты не контролируешь себя, не контролируешь своих мыслей. Кто-то, кстати, либо же в скором будущем, либо в недавнем прошлом, да, у Вселенной нет вчера, сегодня, завтра, здесь последний период, либо же будет проводить… Вот вижу ночь, вижу огни, здесь возможны люди в окружении, то есть здесь возможный ночной клуб. Кто-то, возможно, поздно будет с работы возвращаться, и здесь ночные огни. Кто-то… Даже в магазин можете ходить в вечернее время, я вижу, что скопление людей вокруг вас, темно, и свет горит. У каждого своё, но понятно, что освещение общее, каждый слышит своё за личными освещениями. Пишите мне в личку, в Инстаграм, Фейсбук, ссылка в закреплённом комментарии. Поэтому вы входите в баланс, то есть вы уходите от этих по дьяволу стрессов, переживаний, каких-то внутреннего раздраива. Вот сейчас вы, знаете, как на выдохе, с настроем на лучшее. Вот молодцы, сами можете ввести себя в состояние стабильности, несмотря на определённые жизненные ситуации, устои. В любом случае, вы выходите с этого, и вы сами держите буквально свою судьбу в своих руках. Вы создаёте своё настроение, вы создаёте свой день, и только от вас зависит, как вы себя будете чувствовать. События всегда будут плохие, либо хорошие. Всегда будут люди как-либо вторгаться в вашу жизнь, плохие, либо хорошие. Но вы сейчас в балансе, вы сейчас чётко осознаёте, вы знаете, что вас может вести в дисбаланс, и вы понимаете, как себя, знаете, свою ауру не нарушить, вот внешними, какими-то… Ну, а здесь есть переживаниями, либо же люди, либо же события, которые в вашей жизни. Вы на выдохе, знаете, вот так вот, в состоянии хоть подвешенного, но тем не менее, вы больше не находитесь в этом раздрайве. Вот так, основная информация. Ну, давайте уже смотреть, какой же там мужчина, которому вы так нужны по судьбе. Какое его описание? Что нам расскажет Таро? Мне уже само интересно. Никогда не знаю, что будет. Всегда досматривайте моё освещение до конца, потому что в любую секунду может всплыть такая информация, что просто вау! А у меня всегда так вы же знаете. Ну, давайте смотреть, какой мужчина, которому вы очень нужны. Пажа Кубкова пришёл, ребёночек, мальчишка, возможно, младше по возрасту, возможно, водного знака зодиака. Здесь человек, который смотрит на мир с открытыми глазами. Но, девочки, Тарото видит всё изнутри, мужчина, переворачивайте, естественно, вы у меня тоже всё знаете. Но по жизни вообще здесь у него есть транспорт, либо же он управляет транспортом, либо же он передвигается часто на транспорте, даже если он ездит. Причём здесь идёт красный цвет. Здесь речь идёт о том, что либо же это любимый цвет мужчины, красный, либо же у него красный транспорт, но здесь и вообще красный, движение, огонь. Здесь он выходит также в энергиях быстрых. Здесь мужчина недавно очень быстро ехал, либо же передвигался. Здесь он сам может водить транспорт. Также любит гонять, любит очень быстро двигаться. Быстрый вообще по жизни такой, на слово быстрый. У него такой очень чёткий ум. Он и нежный, как ребёнок, знаете, внутри открытый, искренний. Здесь смотрит с открытыми глазками, буквально завороженный. Интересно. Пажа кубковый. Возможно, младше вас по возрасту, либо же душа его младше, по развитию, возможно, вас младше. Ну, потому что Пажа выходит, это как бы самый такой вот молоденький. Возможно, разница у вас даже в поколении с ним. Мужчина, которому я нужна, прямо-таки говорите, мужчина, которому я нужна. отшельник, знаете, как он любит находиться в местах, где тихо. Здесь мужчина по карте Иерофант верит. Кто во что, кто в Бога, кто во Вселенную, кто верит в то, что он может создавать свою реальность. Мужчина влюблённый, и мужчина говорит, у него произошёл какой-то раскол в жизни. То есть здесь его вера во что-то знаете, как потерпела крушение, можно сказать так. Надломилась. Я не могу сказать, что она вообще рухнула, нет. Но здесь вера, причём вера в любовь, на дне колоды это карта влюблённая. Красивая очень карта, она выйдет, покажу вам поближе. Вера-то в любовь у него почему-то… Почему? Давайте спросим, почему Вера-любовь у него так? Он отшельник, да. Вот понимаете, как? Я всё равно ловлю информацию ещё до того, даже как мне Таро её показывает. А здесь у мужчины нет сейчас любви в жизни, любимой в жизни идёт информация на протяжении длительного времени. Мужчина, который либо же не общается с любимой на протяжении длительного времени, либо же отстраняется по каким-либо причинам. Здесь он, знаете как, вот насколько бы хорошо не было вокруг, а ему не весело, холодно. здесь мужчина, либо же принимая душ, сауну, ванную в обнажённом состоянии, может много долго сидеть, думать, и идёт информация, что аж как-то вода остывает, ну как-то аж промерзает. Разочарование в любви. Почему разочарование? Помимо того, что на протяжении длительного времени не общались. А, тут движения нету никакого в отношениях-то. Карта тройка жезлов, карта движения, продвижения, каких-то событий закрывает карту луной и башней. Он говорит, потому что нет, у нас с любимой давно отношения ушли в луну, то есть вы ощущаете, чувствуете друг друга, но возможно даже не общаетесь. Здесь девушка с закрытыми глазами опустила взгляд, взгляд вниз. То есть здесь вы можете даже и не знать, что сейчас с ним происходит. Мужчине, которому вы нужны по судьбе, у вас возможно с ним сейчас даже нет общения и вы буквально глаза у вас завязаны и коммуникации тоже нет. у башни, все разрушено. Многие сейчас даже думают, что с этим мужчиной у вас вообще нет никаких отношений, то есть понимаете, как вы возможно сами для себя, причем вы тут конкретно с ним отношения не заканчивали, я вам могу сразу сказать, здесь нет этого, здесь как-то ушло все в тишину, понимаете, как растворилось в неизвестности. И поэтому вы можете думать, что у вас так уже собственно нет ничего, если вы не общаетесь, не видитесь. А какая причина, давайте спросим тогда, раз уж так он страдает здесь, какая же тогда причина твоего этого ухода в отшельника, в состояние луны, почему, если тебя это действительно волнует? Причина. Вот эта красивая карта, девчонки. Какая причина? Потому что я ее люблю. Конечно, по карте влюбленные возможно здесь есть третий фактор между вами, как человек, у него либо кто-то есть, либо у вас кто-то есть, либо же даже страны, города, религии. Определенные ограничения также могут быть третьим фактором в вашей паре. Хорошо, расскажите нам еще, пожалуйста, о мужчине, которому нужна по судьбе моя красотка. посмотрите, что делается. Он просто сам достает карты. Хорошо. Он говорит, действительно нужна. Посмотрим, что он показывает. Говорит, не говори о том, что у нас отношения закончились. Вы понимаете, как? Говорит, не говори, у нас все начнется и возродится, девчонки. А слушайте, он прям сам, вы представляете, как я задаю один вопрос, а он-то вам хочет досказать, дать вам знать о том, что по карте нулевой аркан здесь идет обновление, новое начало ваших отношений. И он говорит, что ты увидишь. И вообще, по королеве Жезловой здесь девушка с волшебной палочкой в руках. Это та, которая знает информацию, которая еще как бы в реальном мире нереальна, потому что она еще не пришла в эту реальность. И он говорит, знай, знай. Возможно, вы чувствуете, вы ощущаете, вы уже понимаете, как у мужчины сейчас идет речь. Он говорит, знай, что у нас с тобой все обновится и все у нас с тобой будет хорошо. По карте Ту Спинтакли это самая лучшая карта в колоде. Раньше на этой карте вообще завершали расклады, потому как это карта исполнения желаний, достатка, любви, взаимопонимания, счастья, исполнения желаний. Ну, смотрите как. Это он сам решил вам такую информацию. Видно, важно было услышать. Ну, раскройся больше, покажи какой-то еще. Хочу больше о тебе подробностей. Расскажи какой-то. Ну, здесь мужчина хорошо зарабатывает, либо же сейчас сменил работу, которая связана с словом. По мечевой карте здесь также возможен металл. здесь возможна работа в каких-то органах, где человек словом решает определенные вещи. И здесь идет разговор о том, что его даже решения могут менять судьбы людей. он говорит, что я влюблен. Есть у меня любимая кубковая королева. Он выходит пажиком кубковым, а вы кубковой королевой. Понятно, что это вы, потому как я освящение делаю на пару. Поэтому здесь возможно, вы его старше по возрасту, либо же по образованию, по уровню развития. И ну какую? Я же говорю по десятке Пентаклей здесь человек, который возможно проживает в семье, либо же с семьей. Даже если он проживает с мамой, это тоже относится к его семье. Либо же здесь идет информация о том, что работа это и есть его жизнь, его семья. Много времени там проводят, и Таро уже считывают как его родные энергии. Этой энергии на работе очень много времени проводят. и работа связана с мыслительной деятельностью, где он может менять судьбы людей. И ответы бывают, знаете, как положительные, так и отрицательные, где иногда людям приносят боль его слова. Скажи еще о себе, какой ты? Ну, здесь мужчина знает иностранные языки, как минимум один, владеет ими. Здесь мужчина работает в органах государственных, здесь суд, вы видите, здесь чаша весов, здесь мужчина носит определенный дресс-код, возможно, одевает сверху, либо же ему нужно приходить на работу в определенной одежде, которая не относится к обыденной. Здесь мужчина по карте мир, возможно, работает с людьми, других языков, других религий, даже другого цвета кожи. Причем по карте мир здесь возможно интернациональные связи, либо же здесь идет речь о том, что он знает языки иностранные, и здесь он по миру, по интернету, либо же клиенты у него есть, либо же даже если он делает заказы девчонки из других стран, это тоже считывается как по карте мир интернациональной по всей земле, как бы он может по интернету например делать заказы, ну понятно, что у каждого свое здесь нет смысла на общем освещении конкретной профессии указывать вас тысячи и ситуации тоже разные. Ну и здесь мужчина, который живет прошлым, прошлыми событиями, прошлыми эмоциями и сейчас он не наполнен в жизни, то есть он наполняется внутренне прошлыми событиями. Расскажи какими событиями ты там наполняешься прошлыми, чем? Каким успехом? Успех, который у него был в прошлом. А с чем связан был твой успех? С чем был связан твой успех? О, так это живые ваши девочки. Он с вами. Получается этот мужчина, которого вы знаете уже. И здесь у вас были определенные ограничения в прошлом, в развитии ваших отношений. А он живет прошлым воспоминаниями о вас. Где-то были ограничения. Причем я здесь вижу берег, я здесь вижу берег, я здесь вижу воду. То есть здесь возможно вы встречались где-то у воды, ваша встреча связана с водой, либо же в это время были осадки. Время было либо же вечернее, либо раннее. И здесь идет информация о том, что был закат цвета манго, девочки. Небо было оранжевого цвета, либо же освещение было оранжевое, либо же где-то здесь огонь где-то был в районе. Даже если вы с ним например виделись, это была картина например закатом, тоже так считывается. Если вы не виделись в реальной жизни, возможно вы разговаривали об этом, либо он отправлял вам какие-то картинки смайленькие, либо музыкальные произведения, которые описывали обстановку. Вот он живет этим прошлым. А что ты вспоминаешь с этого прошлого? Давайте спросим у него так. где-то вы с ним распивали напитки. И возможно некоторые говорили ему, что это ваша будет последняя встреча, но он вам говорил, что нет, я к тебе еще вернусь. Он просто сам выпрыгивает у меня тут с колодой. Он говорил, что я еще к тебе вернусь. А вы уже не верили, что вы еще с ним увидите. Те кто встречался, кто не встречался. Здесь как-то мужчина говорила встреча, а вы как-то не уверены были вообще. Будет эта встреча на самом деле нет. давайте посмотрим, раз уже зашло о встрече. Будет ли встреча? Вы сомневаетесь, что будет? Вот вы точно сомневаетесь. А давайте у вселенной спросим, будет ли встреча? Мужчина у некоторых курит. Да, примчится к вам, девчонки. Примчится. Встреча будет. Причем нужно будет преодолеть определенные расстояния. Ну давай еще несколько карт себе. Покажи какой ты на самом деле искренний. Настоящий. Ревнивый до ужаса девочки. Тут если он будет ревновать, он ночами не будет спать. И вам ночами не будет давать спать. Потому что любит девочки. Потому что любит. Мужчина кстати, у него есть третий глаз. У него есть какая-то чуйка предчувствие. И здесь его не обманешь. Здесь мужчина четко знает где, как и что. Ему не нужно говорить. Он сам все поймет. Он сам знает на интуитивном уровне. и здесь он очень ревнивый. Так что вам предупреждение. Кто узнал тот уже подтвердил себе. Буквально знаете как ангел и демон. Вот такой мужчина которому вы нужны по судьбе. И его подробное описание. Давайте посмотрим что руны нам еще хотят добавить о мужчине. Конкретно прям хочу спросить о мужчине. Что они еще о нем раскроют. Если вы хотите задать определенный другой вопрос рунам прекрасно в любом случае получите ответ на все ваши вопросы. Ну что же руны покажите еще нам раскроете больше информации мужчине какой он на самом деле. Мужчина который меняет реальность в лучшую сторону. независимо от того. Знакомые эти родные мужчина очень выносливый любит скорость любит перемену он меняет места обитания любит путешествия любит новая встреча девчонки вот такой мужчина которому вы просто нужны по судьбе благодарю руны благодарю таро благодарю вас что вы приходите на мои освещения благодарю вас за донаты за поддержку в развитии нашего канала на эти деньги куплены свечи деньги отправлены на корм птичкам также покупаются новые колоды карт также я занимаюсь благотворительностью и постоянно помогаю людям которые нуждаются в помощи как как меня благодарить ссылочка в закрепленном комментарии благодарю вас за ваши пожелания в развитии нашего канала мне лично все читаю мне очень приятно это все слышать пусть вам все что вы желаете мне вернется в тысячи раз больше вселенная всегда все видит кто помогает кто финансово помогает кто словом кто делом вселенная всегда возвращает и знаете все что вы делаете все что вы отправляете вам вернется в стократном размере желаю вам шикарного времени суток с вами была Евгения пока пока